Все страны Шанхайской Организации Сотрудничества выступают против размещения любого оружия в космосе. Это всё-таки сигнал для всего остального мира по поводу того, как мы относимся к милитаризации космического пространства. Есть и другие вещи, которые, безусловно, являются серьёзными, важными. Я уже говорил, во-первых, триллионные обороты совместной торговли. Это имеет значение. И когда обсуждаются вопросы, связанные с экономическим взаимодействием, конечно, это очень важно и в двухстороннем плане, и в многостороннем. Я уже говорил, 5,4% рост ВВП, 4,5% рост промышленного производства при низкой инфляции в 2,4%. Это хороший темп роста экономики и хорошего его качества, имея в виду низкий уровень инфляции. Что касается Украины, обратиться к Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине это бессмысленно, потому что большинство Рада подчинено вот этой так называемой правящей верхушке, о которой я сказал. Ведь она незаконно находится у власти и даже не обращается в Конституционный суд за подтверждением своих полномочий. Потому что, как я уже говорил, в 2015 году Верховный суд Украины принял уже решение, что срок президентства на Украине ограничивается пятью годами, и никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с Конституцией Украины не существует. Вот все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берет на себя, поэтому обратиться, конечно, можно. Исходя из практической ситуации, из того, что происходит в реальной жизни, это более или менее бессмысленно. В Евросоюзе, вы знаете, у государств со слабой экономикой при создании единой валюты, все-таки многие государства со слабой экономикой страдали, потому что нельзя ничего регулировать с помощью инфляции, поскольку все привязано к евро, ну, нет, рахмы, допустим, и Греция не могла регулировать свои внутренние экономические процессы с помощью национальной валюты. Ну, поэтому нужно, чтобы и уровень экономического взаимодействия был соответствующим. Мы должны исходить из того, что движение «Талибан» контролирует власть в стране. И в этом смысле «Талибы», безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом, потому что любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности того государства, которое оно возглавляет и которым она, эта власть, руководит. Я уверен, что и «Талибан» заинтересован в том, чтобы в Афганистане всё было стабильно, спокойно и подчинено определённым правилам. И мы неоднократно получали такие сигналы со стороны движения «Талибан» о том, что они готовы с нами работать и на антитеррористическом треке. Что касается полноправного членства в ШУС, что это Россия не решает единолично, это всегда решается на основе консенсуса. Здесь есть вопросы с различными странами, членами Шанхайской организации сотрудничества. Это касается инклюзивности власти в Афганистане. Я думаю, что это всё вопросы решаемые, и мы должны поддерживать отношения с Афганистаном, с реальными политическими структурами, которые контролируют эту власть в стране. Мы будем это делать, и я не вижу, почему мы должны сейчас как-то от этого отворачиваться. А что и в какие сроки произойдёт, это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Эта ставка оказалась под вопросом. Ничего не оказалось под вопросом. Ну, как я говорил тогда, чего изменилось? Да ничего не изменилось. Что нам было неизвестно, что ли, что может происходить, известно. В этом смысле ничего не изменилось. А по поводу смотреть, не смотреть, ну, я какие-то фрагменты видел, у меня своих дел хватает. Поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях средств массовой информации. Они всегда имеют определённые предпочтения, кто-то за, кто-то против. Ну, в целом, конечно, я видел, что же отворачивать от этого невозможно, тем более, что Соединённые Штаты остаются великой державой с известными возможностями в сфере экономики, безопасности, в сфере военного дела. И США, член Совета безопасности постоянный, конечно, такое влияние имеет на ситуацию на Украине. Конечно, не безразлично, что там происходит. Ну, это их, собственно, внутреннее дело. То, что господин Трамп, как кандидат в президенты, заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьёзно. Я не знаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он собирает это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддержим.